Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха МакФлай. Сегодня поделюсь опытом использования вот такого ножа Кизляр F1. Он у меня уже практически год. Есть, собственно, что рассказать. Есть на что пожаловаться. И самое главное, есть в этом ноже, что исправить. Поэтому сегодня такой обзор, рассказ и исправление ошибок. Погнали! Нож позиционируется на официальном сайте производителя как туристический. Нож для туризма. Я его в какой-то степени использую. Он у меня уже год живет в машине. Год назад он мне достался совершенно бесплатно. Мне его подарили. Да, можете писать в комментариях, что ножи дарить нельзя. Я же так не считаю. Ножи, на мой взгляд, отличный подарок. Что мне нравится в этом ноже? Он, на самом деле, очень удобный в плане поездок и туризма. В плане нож для машины удобненький. Порезать ту же самую колбаску, что-то еще. В последнее время стали выезжать, часто лазить с металлоискателем. И, собственно, он у меня во время этих вылазок висит на ремне. Благо, есть специальный крепеж на ремень. Он висит на ремне. Ну и в том случае, когда нужно вырезать дерн. Когда есть какая-то находка под землей еще для чего-то. Поэтому у меня он действительно походный, спортивный, туристический. Есть несколько недостатков. На мой взгляд, это очень узкое, тонкое лезвие. Да, и, как бы, на мой взгляд, использовать его для какой-то серьезной работы, ну, не рекомендуется. Потому что здесь в обухе у него всего 2,5 миллиметра. То есть, ну, тоненький ножик. Больше он похож на кухонный, чем нож для леса, скажем так. Да, прям какую-то страшную работу им, конечно, не поделаешь. Это первый его недостаток. И второй, самый главный недостаток, я думаю, абсолютно очевидный, это вот эти вот чертовы зубцы, которые меня бесят с самого начала. Я не понимаю их функционал абсолютно. Зачем они? Это же не пила. Это не серрейтор. То есть, какого-то функционала здесь нет. Кроме того, что это очень сильно наминает руку. Когда мы берем вот так вот и делаем какую-то мелкую работу, да, я обычно ставлю палец вот сюда. Ну, и, соответственно, это неудобно. Но самое главное, друзья, не это. Самое главное, это крайне не гигиенично. Потому что мы поработали что-то там ножом, да, вот я уже сказал, что беру его на коп, поковыряли с земли. Вот здесь застревает земля. Обычный нож берешь, шик, все, он чистый. А здесь, вот здесь и здесь земля. И использовать его после земли, даже если помыть, да, где-нибудь там уже в кулинарных целях, уже не будешь, уже как-то не гигиенично. Поэтому сегодня, друзья, я хочу сточить это дело. Да, может быть, вы скажете, что нож я тем самым испорчу. Но это как бы мой нож и мое личное дело. Поэтому сейчас буду дорабатывать заводской фабричный нож Кизляр F1. Погнали! Мои подписчики уже неоднократно видели вот такую вот конструкцию. Я просто зажимаю болгарку в тисках и использую ее как гриндер. Выставляю при этом вот здесь ровно 45 градусов по отношению к земле. И можно так прям классно использовать. Просто у меня нет гриндера и нет желания тратить денег на него. Пока подходит вот такой. Да, это колхозный вариант. Но меня он вполне устраивает, друзья. И я бы порекомендовал вот такой вариант. Да, тут главное сильно не пережимать, не сломать саму болгарку. А так очень даже удобно использовать при какой-то мелкой работе. Вот такая вот прелестная вещица по итогу у меня получилась. Такая парадоксальная ситуация. Казалось бы, зубцов больше нет, а вид у ножа стал прям намного агрессивнее, серьезнее и, на мой взгляд, круче. Вот прям только что отмывал от пасты Гои. Да, я его шлифанул немножко и пошел на кухню помыть. И насколько удобно стало его мыть без вот этих вот позорных дурацких зубцов. Вот такой нож, друзья, получился. Он мне и до этого нравился. А сейчас, я думаю, будет нравиться еще больше. Это нож Кизляр F1. Всем рекомендую. Если будете брать, берите без вот этих зубцов, чтобы не устраивать танцы с бубнами, как я сегодня. Ну и в комментариях можете написать, как вам такая переделочка. И в целом высказать свое мнение относительно ножиков, сделанных в Кизляре. С удовольствием почитаю. Миклуха Макфлай. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...